мы с вами находимся на ночном кладбище усаживайтесь поудобней мы устроим вам экскурс по ночному кладбищу это канал бункер м мы начинаем дамы и господа мы входим так тяжеловато будет фокусироваться конечно привет геннадий привет всем привет всем я пришел к вам господа надо естественно смотреть под ноги здесь мы уже были когда-то меня видел какой-то дальнобойщик здесь кстати много животных всяких которые могли бы нас напугать усинка вот сейчас вообще тяжело читать короче ну неудобно то есть надеюсь все хорошо видно наш фонарь заряжена полную мощность работает на дальние расстояния на широкие делаем такой среднюю широту так сказать главное здесь не заблудиться короче потому что все-таки ночь можно блуждать вот они мертвые с нами здесь с вами я ваш дорогой друг собаки павел егорович афонин вот он будем надеяться что здесь больше живых кроме меня нету ну что тоже не проблема в принципе так вот мы зашли в дебри нашего замечательного кладбище здесь у нас много интересного много крестов на небе луна освещает нам путь на самом деле нам освещает путь не луна но достаточно лунные ночи мы можем увидеть нечто подобное вот мы пришли здесь большой крест там деревья вот с нами данилов василий андреевич не всегда у дом так что за хуйня господа животные так блять тут повсюду какой-то шум господа пойдем мы с вами старую сторону значит повсюду какой-то шум подозрительный слышите это шум веток ну ладно продолжим наш путь я думаю сильно отворачиваться от шума тоже как-то небезопасно а вдруг это нечто живое так господа вот вам ночное кладбище пожалуйста сахарова зинаида вам все равно посмотрите на ее лицо сегодня даже камера не трясется я сам не все вижу поэтому если что-нибудь интересное заметите конечно же вы это самое зацените мне на лбу еще фонарик но одну очень слабо если бы я пошел только с этим фонариком то и пожалуй я бы ну совершил глупость что ли данилова татьяна егоровна с нами этот прекрасный в эту прекрасную ночь можно сказать щеголев платон так вот скажу честно несколько из-за мертвых а сколько из-за возможности встретить какую-то неожиданность немножко подшугивает но естественно ночью на кладбище жутковато конечно такие фоточки у нас стрёмные вот до чего вот до чего господа доводит youtube доводит youtube блять откуда в клубами короче вот до чего доводит youtube до того что ты вот шаришься по кладбищам это деревенское кладбище сладкова зоя александровна так сейчас зафокусируемся и попробуем проследовать через эти кустицы да мы попробуем с вами дамы и господа такая знаете немножко паранойя паранойя да можно это назвать паранойя если если не как то по другому вот отблески на мертвых на фотографиях еще там тетенька какая-то не все читаемо не все читается но кино снимается но кино снимается господа так вот тут у нас цветочки посмотрите какие а вот интересная разновидность паучка у нас тут по ходу дела немножко интересного мои юные натуралисты правда я не знаю как он называется кто знает напишите обязательно напишите в комментариях господа я слышу собак собаки это близкой населенный пункт но он находится в полукилометре отсюда просковья девушка просковья из подмосковья грустью и тосковую ой бабуля как жизнь молодая как как твое ничего там дальнобойщик подумал что я с ума сошел да прикинь семенина феодора григорьевна 86 последний захоронить кстати достаточно это сейчас у нас достаточно старая часть кладбища можно вот так выразиться достаточно старая часть кладбища да сделаем ее таким экспромтом то есть пройдемся все качественно красиво вот такая елочка у нас здесь растет возле могилок господа вот это наши друзья дорогие на небе горит луна я нахожусь на кладбище как ни странно после 12 нахожусь на кладбище так у нас здесь такой ночной ночной такой смотрите обзорчик такая мисочка на ночном кладбище вообще тут круто на самом деле я нарядился как в лес естественно ночью чуть-чуть прохладно и на самом деле тут круто тут лесочек это лесочек а в лесочке я с некоторых пор чувствую себя практически практически как дома но естественно нужно всегда нужно всегда нужно всегда знать так откуда мы пришли нужно всегда знать а все вижу ориентиры я знаю пару я вижу ориентиры так у нас много паутины паутины много говорит о том что здесь в принципе давно никого не было так мне кажется дальнобойщик все-таки следит за мной дальнобойщик следи за мной так что дальнобойщик если ты смотришь эту видеозапись то ты знаешь с чем ты имеешь дело так вот еще елочка смотрите какая новые росточки у нее период вегетации происходит значит тут очень тихо очень спокойно даже я бы сказал даже вот я вам честно сказал бы такая приятная атмосфера когда вот зайдешь привыкнешь и начинаешь как бы это конфетки тут всякие смотрите это макро обзор ночного кладбища такое такое не каждый увидит как говорится не каждый так отвечает цветочек такой лежит там у нас еще чупакабры есть нет призраки может быть никого самое время стать атеистом так перышки перышки и такая еще проблема есть тут из-за того что ты значит из-за того что ты смотришь то есть на фонарь либо на вот это окошечко ты в принципе как бы не особо ощущаешь этого всего то есть ты не ощущаешь вокруг что происходит и это на самом деле не есть хорошо не есть хорошо Моисеенко Иван Семенович 08 восьмидесятый год посмотрите это Иван Семенович вот прямо сейчас он вам подмиги вот оно так пошире сделаем да значит это такой лайфстайл ролик будет все таки я думаю скорее всего нежели так танкист мама он танкист или как там песня была танкист же по любому танкист а там чё паучок паучок танкиста тень от паучка танкиста паучок танкиста нетисов Семен Иванович 16 58 год захоронения представляете кстати да кстати да чётенько немножко вот таких планов все понятно слышите птички поют вороны кричат они должны спать по идее им должно быть на меня похеру я как-то шел по ночному лесу где тоже было очень много ворон да у меня были новые якобы кожаные кроссовки якобы кожаные потому что я ну как сказать я короче понял потом что они нихуя не кожаные вот и все тут вот холмики холмики усинка Мария я попробую снять как можно больше материала раз уж я сюда попал естественно вот вот получается ты когда вот в такой аутизм какой-то впадаешь начинаешь что-то снимать такое вот чтобы прямо 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 да мотылек ночной мотылек тихо в лесу только не спит кто сколько там не спит у нас ну-ка спать ну-ка спать так здесь я уже был этих товарищей мы знаем так отсюда исходил шум четкий фонарь кстати еще раз благодарность свою как бы выписываю за фонарь потому что фонарь на деле фонарь явно делает вещи видите как светит а если я его выключу здесь будет кромешная темнота и кресты 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 могилки могилки ты короче можешь напороться на это ну и все такое что мы с вами обсуждали знаешь пётр с нами с нами пётр с нами виктор с нами кот александр с нами как говорится все вот на кладбище можно встретить интересных пауков я думаю классифицировать классифицировать их как то немножко спотыкаешься значит а свои вот эти вот всякие ступенечки холмики вот такому к такому меня жизнь конечно же не готовит не готовила да 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 я уже тут я уже здесь так муха да ладно да ладно это муха это шумы производится там попробуем продраться так сказать через паутинестую могилку пробуем продраться и здесь нас будут ожидать кто мужик птички как поют красиво сейчас крестьяне сбегутся короче с вилами короче я сначала прочитал поттер то есть александр андреевич поттер а он риттер вот это поворот 55 72 и его видать родители рядом сжатся вместе дайте он раньше понял самая дорогая любимая бабушки елочка мотылек или кто у нас кто это был просто пух мотылек был бы конечно всяко эффектный короче расскажу вам такую историю я не знаю нужен когда-то давно когда мне было ну лет наверное 14 что ли я тоже ходил ночью на кладбище вот так таким же ну то есть без камеры один без камеры без ничего даже по моему без фонаря ходил вот зачем то ага потом я пришел домой вот и у меня с этого дня начались короче посторонние шумы в голове крики металлические звуки лязгающие то есть из-за этого я немножко как бы склоняюсь к ну мистицизму да то есть из-за того что вот я именно как мне кажется встречался с паранормальными явлениями дамы и господа вот паранормальными явлениями там луна так загадочно светит а там звезда короче тоже четкая я не знаю видно будет ее нет и вот не знаю это венера не венера наверно не видно будет ее потому что вот так вот получается посмотрите какие цветочки красивый цвет смотрите какой красивый цвет у цветочков прямо четки вот в темноте прям смотрится все так под фонариком отчетливо так ну это видите это не заброшенное кладбище такое ухаживают здесь то есть приходят убирается получается вот опять эти цветочки кладбищенские цветочки так сказать ну там короче темно овраг и деревья 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 они ну тут вот могилы кстати есть как бы безымянные и почти безымянные могилы так сейчас посмотрим это короче птицы я понял это вороны они просыпаются от моего разговора я думаю здесь не часто слышно она человеческая речь по ночам вот вот мы идем между оградок здесь награжденный медалями мужик короче награжденный медалями посмотрите Волков Михаил Васильевич 86 смерть а вот и мы с вами отражаемся в памятнике а вот и с вами мы а вот и мы да пошла ты куда подальше не туда было бабульки тут криповые конечно почему то на заброшенном я только несколько криповых бабулях встречала тут они все какие то криповые деревенские бабульки деревенские бабульки бывают криповыми очень страшными Устрашающими, жутковатыми Не знаю Птицы эти гребаные, летающие Не дают мне покоя На кладбище, блядь, походить Спокойно Ну вот такой вот Экскурс Ночное кладбище Господа, на самом деле Не сильно философствуется Ну как-то, не знаю Я сюда Добирался, пока добирался У меня в голове, само по себе То есть я представлял этот момент И вот как-то За философство Само по себе, оно все это дело Вот Ну я вот Совершил, так сказать Задуманное Николай Михайлович Некисов О, какая фотография интересная Так Так, а где же наша А где же наша старая подруга? Сейчас Сейчас мы должны ее найти Господа Мы должны ее отыскать Естественно Естественно Ну так вот, прикиньте Такие дела Еще одна бабулька Прикольная Альтенгов Полина Женщина Александровна Как надо, короче У меня все ноги Мокрые уже Все кроссовки Фрешер Александра Самойлова 94-80 Смерть и захоронение Ну как-то Петр Водичка вон стоит Кто-то Притаранил Сюда часто люди приходят Но По ночам Здесь Никого Никого Только мы В поисках приключений Сюда Приходим Вот так Такая дальняя съемка Тоже может быть Это Альтергов Теперь мы ее знаем Блин, это что-то с фонарем А я фонарь фокусирую А надо не фонарь фокусировать Вот в чем проблема Мы уже, говорит, дома А ты еще, братишка В гостях Мы еще дома Мы уже дома Вот это вообще Не видать ничего Вот, значит Такие дела Такие Мать их Дела Лени То есть это комаров Самки комаров Самцы комаров Они питаются Рапельцой А самки комаров Они естественно Естественным образом Питаются Кровью Чтобы отложить яйца И потомство Продолжало свой путь Субтитры сделал DimaTorzok